здравствуйте 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 сегодня 14 июня 2016 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось сколько 508 дней 508 хорошая такая такое число хорошая вот сегодня день международный день блогера нас всех поздравляют и я всех поздравляю потому что ну в общем то продукт вот парадоксальная ситуация вроде бы мы делаем интернет-продукт а мы делаем его вместе вот человек в чат написал и еще неизвестно что ценнее да потому что некоторые вещи они как раз двигают информационную сферу куда-то да вот спрашиваю почему я не езжу за границу ну вообще там мне нечего делать с одной стороны с другой стороны ну как-то я давным давно наездился сейчас я уже не такой молодой человек но и третье еще что наверное как не хочу провоцировать не путинских так уедешь помощь нам сказали что мы лучше этого не надо делать потому что есть потом в россию не верли не вернешься и всяким но давцам повод рассказывать про то как мальцева пиндосы финансирует как же они финансируют да если мальцев за границей был активным там ездил несколько раз в прошлом веке втором или треть для но давцев это не сложно сделать нам показать доллары как помнишь казахстанское видео до доллары как сказали видеть его на ногах а значит газда финансируется да потом значит чего у нас еще хотел а вот где тут спрашивают вот такую прислали мне может кто мне объяснить что в 2000 году нефть 34 2016 был такой 31 но сейчас дороже а бензинчик тогда стоил 8 рублей а сейчас 32 но не 32 конечно бензин то у нас стоит 38 до рубля до 25 имею ввиду так что ну как почему потому что его уже говорили потому что вова тогда еще так не обнаглел сейчас уж охерел вообще ваще в доску охерел а тогда еще нету такой был это демократ ну не демократ конечно ну такой еще скромный такой мышь такой такой все поглядывался нам такой вопрос прислали вячеслав передача говорит что кто его обидит оскорбит тому будет плохо он колдун если есть такой дар может он мне хорошее пожелать например в даче богатство и счастье в личной жизни минута если я понимаю я не пробовал никого благословлять я не поп но чем черт не шутит как марксмен говорил да что жаль что английские королеи отказались лечить рукоположение половина выздоравливал поэтому я конечно желаю вам всего самого доброго желаю счастья если как-то это поможет я буду очень рад честное слово так что от всей души здоровья счастья богатство всего самого хорошего да и вот прислали нам рисунок да с символом жестом как его правильно назвать да да нам прислали вот человек придумал жест революционный потому что мы долго думали спрашивали и вот мне показалось что это совершенно уникально хотя нам уже написали он куда прислал почему кто кто уже написал что мы но мы выложили в контакт да кстати кто еще не подписан на нашу страницу вконтакте там мы выкладываем некоторые вещи раньше чем они появляются в эфире поэтому там вы можете нам задавать какие-то вопросы вас интересующие стараемся по в общем-то мере возможности всем отвечать вконтакте вот сегодня мы выложили эту картинку и многие любители конспирологии но не многие не мертвая да часть людей они там причем мне на самом деле даже понравилось там некоторые настоящие там какие-то значит фотографии прислали с масонских каких-то там логотипов где действительно что-то схожее есть то есть люди прям целую научную работу провели какие иллюминаты здесь собрались и масоны да ну вообще вот действительно красиво 5 в в общем-то и это еще феникс должна значит очень хорошо то есть очень красивый знал еще это значит как мы людям любим показывать нашим врагам ну я не знаю вот я я лучше жесты честно говоря не видел а я не удивлюсь есть конспирологи скажут что 5 11 после 5 11 поставок как революции свершится было лишь для того чтобы продвинуть пепси колу или кока-колу то есть это такая реклама была как какой там слог слог там у кока-колу пепси колу такой пейте наслаждаясь ну или там здесь и сейчас что-то здесь и сейчас вот ну классно скажет вот вот истинная цель 5 11 это кок-колу там или пепси кола да и помимо вот этого жеста который мы показали еще и говорят что вы периодически используете фразу будь готов которую использовали скауты а скауты были масонами даже пионеры я вот не знаю в ничего про скаутов да я не был скаутом я был пионером то вот так делать заставляли потом я галстук не носил там как вот нам с 5 столь с 4 не по с 5 нами класса галстук не носил у меня за это пытались все время наказать в оппозиции с 5 класс да да тысячи в восьмом классе по в комсомол не хотят принимать и не приняли не приняли в комсомол с такой формулировка я даже говорить здесь нибудь меня и товарища с его подругой никак не приняли да и еще если сложить 5 11 и 17 то получится 33 а это градус масонского посвящения гоев если вы если если чё-то с чем-то сложить даже хрен с пальцем все равно чё-то получится этот я помню замечательный такая фраза была человек который был грушником или кгбшником в ливии он потом устроился работать в египте переводчиком и вот он возит рассказывает про такой разговорчивый пара всех египетских богов а я такие гипта логи увлекался мне интересно я с нему разговариваю все и какой-то сидел дяденька того вот с погашем взглядом вдруг он что-то вспомнил и говорит а вот правда если расстояние там от пирамиды до чего-то там то это будет вот чё-то он даже если сейчас мы возьмем вот не очень понравился диаметр вот этого колеса умножим его на сечение коленвала и разделим там еще насчет а там насечение глушителя то мы в любом случае получим какую-нибудь сакральную цифру обязательно будет сакральный вот ну так мир устроен куда деваться сша скандал бабушанин пропал скажите с ним все в порядке ну вообще по нашим сведениям он в испании находится он держится держит сша скончался актер сыгравший инопланетянина альфа вот этот актер 76 лет ему был бы маленькие люди редко вообще до такого возраста доживают да так и вот вот альфа кто кто альфа не видел хороший такой фильм был я даже несколько серий смотрел обычно я не смотрю сериалы а это я смотрел и мне даже понравилось там как он носим косил на этом на газон косилки уехал есть кота вот это вот очень мне особенно понравилось так правительство москвы удивило пользователей признанием какой город любят по-настоящему да такую повесили у себя на сайте там в твиттере в твиттере вернее такую фотку и написали невозможно не любить этот город оказался кодь финский город как он называется да ну в общем папа нашим извиняюсь за рождение хрен выговоришь конечно но финский город тут он и в африке и финляндии финский город поэту медведев как помнишь это у лара на 4 позвонок там человек приехал в америку и у вас как фамилия целома ленин а вот ну не надо тут мучиться сразу вы будете джерри финн потому что ни один американец не в состоянии выговорить такую фамилию а город это из все правильно финские тамперы а ну вижу шлифов выговаривается тамперы написали да не очень легко подписал постановление об увеличении прожиточного минимума на душу населения да ишь какой молодец взял взял и подписал правда вот что-то это эти как ее нтвшники они вот написали таким образом уровень прожиточного минимума по сравнению с четвертым кварталом две двадцать тысяч пятнадцатого года увеличим до 324 рубля двадцать тысяч пятнадцатого года то есть это как-то вот так но это называется здравствуй фрейд ну чё ж вот медведев как пытается отработать вот эту ерунду денег нет но вы держитесь но навряд ли чего получится мы увидим это нет денег то нет да люди держаться уже не хотят мужчина мавзолея пытался разбудить ленина и разобраться с ним до представляешь ленин не встал меня будить дяденьку какого-то взяли он из ростова пришел с топориком хотел ленина будите разбираться с ним ему нужно будить пути найти разбираться с путиным а он что-то к ленину зашел как этот обдалбай хохотаев до говорил ты этот этот володя от того володя который сложа руки в мавзолее лежит он сложа руки не сидит да он этими руками все загребает поэтому не с тем володе разбираться пришел дяденька а вот соратник наш пишет что во-первых тампыры правильно через а говорить а во-вторых он работал на судне с таким названием то есть вот такая интересное совпадение ночью совпадение все все вот и в жизни в этой всего всегда бывают спадить мы уже говорили что про чё не скажи это это с чем-нибудь да совпадет точно в ростове задержали участников акции за россию без диктатуры да какие-то приличные люди вышли за россию без диктатуры причем я так понимаю что они ничего не требуют они вышли за россию без диктатуры то есть все остальные за россию с диктатурой что так получается вот как-то странные все их задержали вопрос такой нафига из выдержали чем он криминирует то что они не хотят диктатуры попытка свержения конституционного строя не ну очередная конечно его зловещих преступлений на крышу да и нам напоминает и мы правильно спасибо что вы нам напоминаете по поводу предстоящих выборов да 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 и вашей работы на этих выборах но у нас вот здесь вот в студии всеми любимый дмитрий игнатьев дмитрий к микрофону да всем привет дорогие друзья спасибо всем кто откликнулся на наш вчерашний призыв присоединиться к нашей борьбе уже реально и стать волонтерами на выбор в государственную думу на которой мы идем а напоминаю всем кто хочет также поучаствовать есть у нас электронная почта звучит она следующим образом пар нас . сар собака gmail.com в описании мы добавим ее до в описании она добавлена будет и все кто хотят в различных регионах особенно в саратове поучаствовать в выборах в качестве волонтеров пишите туда для саратова отдельно у нас есть более двадцати избирательных округов на городскую думу и случае если вы чувствуете свои силы у вас есть также поддержка какая-то и либо ну вы просто молодец и вы уверены свое победе то мы вам можем оказать поддержку присоединяйтесь спасибо накал меня не надо да тут спрашивают что будет с наукой после 5 11 ну что будет с наукой приоритет конечно будет у науки а среди наук конечно приоритет будет у медицины чтобы конкретно назвать цифры я могу только проценты назвать но на мой взгляд бюджет должен быть не менее 50 процентов ввп на науку в этом бюджете должно тратиться не менее 15 процентов тогда будет все нормально ну я имею ввиду включая и медицинскую науку потому что раздел медицина здравоохранения он не должен включать все медицинскую науку это понятно почему потому что это непосредственно вот здесь мы лечим здесь мы там восстанавливаем и так далее а медицинская наука это нечто другое поэтому я считаю что вот на все передовые такие отрасли необходим 15 процентов ввп но бюджета ну может быть это не будет получаться 15 процентов потому что я уж такую заоблачную цифру но меньше пяти процентов как часто нас тратится да и такого но и бюджет будет совсем другой потому что понятно почему бюджет сейчас 10 процентов от ввп потому что украсть надо там украсть надо а потом еще из бюджета надо украсть но тут еще есть такой момент что эти пять процентов от бюджета они все равно никуда не идут потому что их на местах уже разворовываю да не только покупают старую технику покупает фиг я знаю чё там и так далее поэтому но это мы мы говорим какая разница между здравоохранением и наукой медицинской и они это объединили это абсолютно разные вещи абсолютно разные с точки зрения финансирования миг 27 разбился в индии ну блин я уж думал они не летают если честно так между нами я думаю какой миг-27 то вспомнила прочитал миг-27 разбился я индию чё-то не увидел думал как где какой миг-27 казахстане упал нет в индии ну думаю но там на них летают и посмотрел да там почти 100 самолетов летает ну что было понятно людям кто не имеет представления миг-27 миг-23 только бомбардировщик до фронтовой то есть двадцать третий миг такой не совсем новый вернее совсем старый такой с изменяемой стреловидностью крыла но бомбер так вот он упал в индии их много то есть еще непрочатый край падать и падать ну на самом деле смолёт был хороший но это уже все это уже каменный век с точки зрения современных технологий миг 27 не выдерживает конечно никакой критики получается они активизируют скажем так военные силы потому что бомбардировщик летает мир ну они как но они же учебные полеты должны проводить если не будут летать или там вот как сейчас в россии да тут путин рассказывает всем а об авиации какой-то невероятный да там бондарев рассказывает какая у нас авиация бондарев уже забывает некий разговор который вели мы в 2008 или 9 году когда я хотел одного мне близкого человека по его просьбе устроить в училище военные летчиком истребителем и мне объявили говорят ну да мы тебя очень уважаем но никогда не пройдет туда я говорю а почему не пройдет туда 10 человек набирают на со всей страны в летное училище на истребителе 10 человек можете представить я говорю она говорит ну генералов тоже свои дети есть им тоже на там как ты в летчике определять так что ты уж извини ни одного шанса человеку стать летчиком вот этому конкретно потому что все расписано 10 человек вот как они там рассказывают о том что они собираются там чё там вон они то сделают это сделать кто летать то не будет же еще и миг-23 летают да ну 23 летать но 27 это уже все какой-то в анапе женщина погибла во время полета с парашютом вот видишь там в индии люди гибнут на самолетах здесь на парашютах ну как ты как-то странные конечно вот я понимаю так что там практически невозможно погибнуть вы просто их там стропа только должна вокруг шеи или об чем шарахнуть на это понимаешь женщина оба что-то шарахнули то есть это надо быть ли совсем в доску пьяным и безголовым одновременно да ну потому что зачем же ее подтаскивать там к тому об чаю можно шарахнуть и можно запустить там с воды и в воду также опустить тут вот люди делают то что не нужно делать ни в коем случае никогда и ни при каких обстоятельствах пытаются спорить с мальцевым на тему самолетов пишут что миг 27 это не бомбардировщик читаю советский сверхзвуковой истребитель бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемый стрела виду вот именно и этот анекдот еще по этому поводу был помнишь когда когда вот 23 делали у них выдвижные крылья таки то появился такой еврейский анекдот по этому поводу но делают а кстати реально у них крылья отваливаются первого начал крылья отваливаются и какие-то еврейские инженеры там задействованы были это надо сходить там в синагогу каравину приходит рэбе у нас проблемы крыло отваливается у самолета вот ничего сделать не можем чё вот нам надо сделать я думаю что надо дырок насверлить на том месте где она отваливается ну давай раз попробовали смотрю да нормально отваливается это как же ты же не инженер как-то догадался он где я просто обратил внимание что туалетная бумага никогда не отрывается по пробитой этой части ну так и здесь это старый тот советский анекдот поэтому мы помним эти самолётики подмосковье пьяный водитель протаранил автобус на остановку с людьми да такая интересная конечно в кавычках ситуация ранил двоих детей и мужчину как-то мы видим что постоянно сейчас это вылетают на с проезжей части на тротуар кого-то давит и очень много пьяных людей которые это делают вот вопрос такой к медведеву опять очередной ну почему же не работает эта фигня но если они работают значит нужно что-то не упираться рогом и продолжать вот этой фигней заниматься усилить можно мозги включить сделать что-то другое ли у вас совсем уже москву мозгов то нет ну за каждый день мы видим от фигню они каждый день что-то усиливать усиливаем даже расстреливать ты за это будешь за непристегнутый ремень будешь расстреливать все равно не будут пристегиваться все равно будут давить потому что ну ну вот так значит нужно включить мозг и придумать что-то другое на деньги на тратить правильно правильно денежки на и тратя здесь лучше вот так пожар в бурятском поселке северомуйск угрожает живым домам это второй пожар я так понял что бурятия опять горит по полной программе вот и меня спросят опять причем здесь путин и причем здесь кобзон и я отвечу причем здесь конечно путины причем кобзон нахер они нужны в бурятии тот и другой бурятии до должны быть те кто это тушит и так далее без всяких путиных и кобзонов и без всех тех кто грабит бурят конечно они там ни при чем поэтому вот недавно кто мне сказал про пожарные машины то рассказывал только вчера ты рассказывал а где а а где дашь кармишин рассказывал господи я забыл совсем вчера мы общались кармешным и он нам рассказал что там сухость жуткая сейчас в швеции и вот маленький городишко там сколько 14 пожарных машин в маленьком городишке 14 вова путин шойгу и все остальные 14 пожарных машин в маленьком городе в швеции не не какая-то пожарная команда из добровольца там фиг знает кого а реальная профессиональная пожарная команда 7 машин безостановочно ездят и все поливают вокруг чтобы ничего не загорелось потому что страшная сухость жесть какая-то а здесь они там рассказывают как бурятам жить надо были вот спрашивают достаточно много вопросов по поводу волонтерской работы да еще раз напоминаем что нам нужны именно волонтеры практически в любом регионе страны но чтобы вы понимали это и агитаторы это и люди которые будут работать непосредственно на выборах наблюдатели тоже очень важно то есть мы все-таки будем намного спокойнее надежнее себя чувствовать если у нас наблюдатели будут наши зрители люди в которых мы уверены и что касается кандидатов до в депутаты то речь тогда уже идет только саратов раз спрашивают речь о саратове для других городах поэтому волонтеры в предвыборную кампанию нам нужны во всех регионах кандидаты необходимы в саратове в москве в москве убили сожгли трех человек вместе с квартирой да ну вот эту тему убил и съел она я говорю сейчас будет мы говорим в шестнадцатом году и в начале семнадцатого это будет основная то есть каких-то людей связали подожгли квартиру в общем ничего хорошего но будем смотреть что там дальше гастарбайтер в подмосковье зарубил семью из трех человек из задолго я понимаю бухали вместе потом вот что-то не поделили ну он не зарубил семью из трех человек он двоих порубил третьего ребенка 14-летнего в предплечье ранил у того наложили швы и в общем-то отпустили из больницы женщины я так понял в критическом состоянии а мужчину стабильно тяжелую ну там был долг не был долг там была просто бухалова отдыхала и был ли долг был ли мальчик неизвестно просто напились и подрались в омске мужчина после ссоры сбросил подругу с 20-метрового моста да такой ты забор ты бросает в надлежащую волну как в этом 12 ульев золотом теленки пели дай вот ну чё тут даже вот такой комментируется чудовищный конечно случай причем с мост от я так понимает с эстакады бросил не в воду бросил на землю девушка погибла под белгородом мать сбросила с девятого этажа свою дочь и выбросилась сама следственный комитет сразу подметил известно что 42-летняя женщина страдает психическим заболеванием слышь кому известно нам известно что сейчас самоубийством кончают мамаши кстати не только мамаши ну и отцы потому что нечем кормить детей убивают детей убивать себя вал идет по россии так такого это даже преступлением назовешь и вообще хрен знает чем вот это какой-то массовое такое самоубийство такой как в гаяне да там свидетели и губы вот так и здесь тут только там они все вместе хлопнулись да здесь вот они по очереди и это точно не какие-то сектанты это точно не психически больные как они пытаются представить это люди которым жрать нечего которым детей кормить нечего вот эти там развлекаются да какие-то вопросы решают с виланчелями постоянно здесь люди погибают вопрос вот чья жизнь дороже мне говорят определенную маска кричит вот вы начнете там же мне порежут и порвут на части порежут и порвут на части я вам вот отвечаю за свои слова потому что мир так устроит там за все надо отвечать вот за такие вещи надо отвечать и не только перед богом на земле придется отвечать за такие вещи неизвестный по нас каждого спросим за из каждого спросим под махачкалой боевики пытались взорвать полицейскую машину ну тут сомнений каких машин бабахнул я так понимаю что но хотели представить что это какой-то покушение я думаю так просто рок-н-ролл ну кого пуганули там что-то кто-то неправильно неправильно сделал вот тут в дагестане там же расстреляли директора дом культуры в машине то есть вот сдается как там анекдоте что-то мне глаза твои знакомы да вот мы обращали внимание полицейские обстреливают машину там оказываются эти боевики боевики коса одних расстреляли других расстрел 3 5 мы уже со счета сбились вдруг какие-то неизвестные не будем говорить кто стреляет по машине а там директор дом культуры понимаю так что на нее навряд ли можно было написать что он боевик ну там вот на такой дяденька что уж но никто никогда в жизни не поверить что он боевик ну директор дом культуры неизвестно сколько ему лет да поэтому я думаю что если бы вот он там оказался в машине не директор дом культуры сдается мне что сейчас читали бы другую новость о том что там злодея такого хлопнули так далее там чуть вообще происходит немыслимо просто немыслимо петербурге приговорили мужчину к двум годам колонии за кражу пиццы но вот я понимаю что мужчин ранее судимый но я не понимаю как так такое могло произойти вот он украл три пиццы да за три пиццы ему дали два года хорошо хорошо не три да погоду за каждую пиццу я понимаю что мне кто-то из юристов скажет что грабеж то есть открытое похищение имущество это дерзкое преступление то есть имеет большую общественную опасность и так и далее вот вопрос так этим людям грабеж там шел человек у бабы сорвал цепочку с крестиком это грабеж и он достойный двух лет нет вопросов я понимаю даже мобильник там вырвал кого-то достойно двух лет но если он сытый был он украл пиццу причинно-следственная связь конечно он был голодный был он украл еду он не пытался обогатиться человеком пытался поесть два года за то что до чувак совершил преступление но за то что он пытался поесть если он не видит для себя иного пути чтобы поесть кроме как совершить преступление как значит преступление путинская но если этот человек хотел есть значит его надо было покормить на халяву вова не себя кормить на халяву нерал дуги нас кормить на халяву вот этого надо было покормить на халяву ничего бы не случилось не ротенбергов кормить скоро лопнут были и в саратове мужчина пошел на грабеж ради трех плиток шоколада ну та же самая ситуация абсолютно та же самая ситуация то есть украл человек шоколад украл что ничего можно пожрать или там своим товарищем съесть не продать и купить водку да я далеко от мысли что он готов был то есть решил кому-то продать три плитки шоколады купить там рюмаху водки общественность похищенного равняется 155 рублей до 155 но это грабеж и человек поедет по полной программе также за 155 здесь по 155 миллиардов ворует мать он им в кремле вешает ордена а за 155 рублей уедет всю туда навсегда заболеет туберкулезом и сдохнет и все все довольны все смеются чем происходит жесть африканцы из краснодарской фолк группы маруся просит путина и чайку защитить их от казаков чё казаки-то это на них особенно наезжают сильно вот это группу маруся я кстати узнал вот этого вот который с правой стороны во втором ряду 2 я его не прямо опознал он стоял играл туземца такого в этом сочи в сочи при входе в малибу он там на входе стоял там трон какой-то надо был садиться фотографироваться на трон и два таких папуаса значит вот один из них второго я там что-то не признал они там стояли я помню мы шли веселые я решил песенку им спеть я думаю вот они стоят такие явно с африки но вот тут пишет скотт дуара ну я и думал что откуда-то с тех мест и думаю интересно пойму да ничего я пою а я когда-то в юные годы очень увлекался сказками различными ну в разных народов мира особенно любил такие экзотические сказки тип нефхов там народы которые живут на севере там на сахалине в качестве в этого ну в частности да ну и африканские конечно сказки я помню там африканскую сказку как за змеем одним богатырь охотился и там все пели песню вот они шли он ну как русской сказки то есть такая ходилка он идет встречать одного зверя тот год ты меня не убивай там я тебе пригожусь ну как и все поют одну и ту же песню а такая ой господи еще забыл представлять много много говорил и кон конга и конга и мам-мам-бивул мам-мам-бивул бекилек бекилек бугу ну и так далее и вот я увидел этого негра и так кон конга и конга они со мной начали петь там топотать ногами где-то мы даже на видео засняли мы друг друга поняли так что казаки не обижайте и группу маруся они очень прикольные чего-чего их обижать да они песенки поют причем хорошо успели можно с ними спеть до чайка согласился проверять зомбирующие на устройство на убийство полицейских чаты в мессенджерах такая новость что даже прочитать да то есть жесть какая-то зомбирующие на убийство полицейских это ночью можно сказать ну то руки развести и сказать ну чайка чё тут сделаешь да еще чайка выступит на петербургском экономическом форуме впервые причем да причем там будет выступать группа ленинград я так понимаю вместе уже репетируют наверное такие чайка вместе с остальными короче сейчас вот такой отряд появился путинские боевые клоуны такие вот они их полно гундяев чайка там и зорькин в них записался и тогда вот так так ты были ну там жире кто там еще всего несколько человек а сейчас по их володина не подталкивает там под попу выходите давайте там развлекайте публику боевые клоуны вот они тут устраивают рок-н-ролл мы знали каких-то там я не знаю какие каких-то боевых ребят да в конце концов боевых магов но теперь вот появился новый такой отряд путинских боевые клоун жесть да и про других боевых клоунов в общем то нам вот в пятницу мы озвучили информацию до том что были произведены нападения на ряд оппозиционеров в том числе администраторов групп вконтакте преступная власть в частности и значит сообщили что есть сайт но вернее нам об этом сообщили мы кстати не знали об этом поделились ссылкой на сайт сайт работал на тот момент в общем то сайт на котором расположены анкеты оппозиционеров в общем то на которых потом впоследствии какие-то неизвестные граждане нападают и мы тогда обратились вот вы обратились в общем то в прямом эфире к людям которые знакомы с информационными технологиями как можно этот сайт каким-то образом в общем то остановить его деятельности но и вот сегодня нам очень много людей прислали и скрины действительно очень много людей скрины и ссылки и вот сейчас я на всякий случай проверил сайт не работает уж не знаю связано это с нами или не связано но факт остается на лицо сайт работу свою прекратил не ну тут объяснение какое может быть мы не принимали в этом никакого участия в уничтожение этого сайта у меня объяснений 2 вот если вы мне поручили как следователю сколь вот такое дело разберись почему вот сколь мальцеву надо или ты там козел там драны и или ты наш сайт забанишь да вот там и сайт забанили то есть тут два варианта либо это сделали наши помощники которые работают в интернете коих и не только в интернете да коих очень много вполне допускают даже они работают спецслужбы потому что ну потому что у нас там тоже достаточно помощник либо это изначально было сделано нашими помощниками то есть это вброс который сделали люди уже изначально и сами и забанили чтобы показать всесилие в общем-то нас ну и тот и другой вариант меня вполне устраивает я в общем-то говорю спасибо нашим нечаянным таким помощником не вопрос а вот тут спрашивают они что тут под воду вову копают это у на про наше спрашивают мы есть права спрашивают мы под вову не копаем вовсе нет ни в коем случае мы вову закапываем прям вот мы под него не копаем мозга суд приговорил 12 годам колонии строгого режима бывшего офицера фсб и экс-сотрудника московского патриархата евгения петрина боевого мага вот это вот точно так за раз боевой маг да и и поп хотя не горит он не поп никакой и представитель спецслужб и горит он он из фсб уж уволился и потом стал вот как-то так вот вдруг совпало что он работал и фсб и в патриархии а потом вроде уволился и столько стал в патриархии работе и там ничего совершенно непонятно потому что дело засекречено и вот слова адвоката совершенно невероятные значит он говорит сейчас я прочитаю защиту связали по рукам и ногам не ознакомились секретным законодательством нарушение которого обвинялся наш клиент это как можно обвиняться в том что ты не знаешь на настолько маразм вообще то есть я понимаю какая там ситуация вот ну во-первых сразу из этого дела ясно кто работает в рпц что это конечно фсбшники и вот эти боевые маги которые себя священнослужителями называют да многие имеют офицерские погоны фсб как мы знаем с кгбшных времен и гундяев сам в общем то я так понимаю кгбшным корешком был это ну очевидно то есть это по многим но это я как думал я потому что сейчас скажет вот ты достань там мое агентурное дело достанем гундяев не волнуйся достань я думаю что она где-то хранится а вот это это человек я так понимаю нам вот рассказывает его брат но не нам а вообще всем что вот он якобы там работой в рпц да вот произвел какие-то такие действия направленные на срыв значит вот злых планов которые там какие-то злодеи вынашивали по поводу раскола между русской православной и украинской православные церквями то есть занимался работой он в православной церкви свойственный спец службам вот из этого дела видно вот уже что то есть человек который работал в спец службе потом в рпц занимался работой которые занимаются спецслужбы Его обвиняют в том, что он вошел в контакт с офицерами спецслужб Соединенных Штатов Америки и что-то там сделал. Сделал, не сделал, я не знаю, но что это вот гнилое дело совершенно, и что в этом гнилом деле замешано РПЦ, и что РПЦ нашпиговано спецслужбами и агентурой спецслужб вообще, и офицерами спецслужб, действующими офицерами. Я вообще даже не сомневаюсь, и поэтому вот если Гундяев так ведет по этому пути РПЦ, то не знаю куда она придет, но точно не к Богу. А зачем они там нужны? Ну это еще комитетовцы накидали туда, это еще Советский Союз, при Сталине это началось, то есть туда внедрили огромное количество работников КГБ, и все они занимались тем, что контролировали умы. Вот этим же занимается Гундяев, то есть в интересах государства, в интересах режима контролируют умы верующих. Это работа спецслужб, потому что точно это не Божья работа. Два осужденных на Украине одесских журналиста прибыли в Россию. Ну да, их вот обменяли на Афанасьева и Солошенко, Афанасьев это тот, который по делу в Крыму проходил, а Солошенко это тот дедушка, который якобы какие-то секретные детали хотел вывезти. Ну на самом деле он приезжал и для своего завода там что-то покупал, какие-то здесь деталюхи, то есть яйца выеденного не стоит, но их обменяли на журналистку Глещинскую и Виталия Диденко. Я думаю, что там вот, ну подобные же дела, то есть это вот особенность. Глаз за глаз, это только за око. Да, я думаю, там такие же вот пустые дела, я конечно не занимался, потому что их там обвиняют в том, что они там что-то связаны это с событиями 2 мая в Одессе, то есть вот с пожаром в Доме профсоюзов и так и далее. Я думаю, что там такие же преступники, то есть и с той, с другой стороны ерунда полная. Ну слава богу, что обменяли люди хоть, когда я говорю такие же преступники, я имею в виду в кавычках, потому что какие они преступники. Но тут возникает вопрос сразу, почему такая волна, в последнее время идет целая череда обменов, начиная от Савченко, и Савченко, я так понимаю, не первая была. Там же договорились сливать все это. Все же зависело от Вова Путин, ты что думаешь, Порошенко что-то там упирался и говорил, не буду я менять ни за что. Конечно Вова, ну Вову вот прорвали, все он сливается, он не спит, видишь, он говорит, я не сплю. Вот видишь, не поспал чуть-чуть и все нормально. Как это будет дальше развиваться? Ну не знаю, дальше я думаю, что мы власть заберем у Вовы и все. Я на это надеюсь, потому что при нем это может еще очень долго развиваться, все это уже надоело нам сидеть и выдумывать. А что Вова там дальше придумает своим воспаленным неспящим умом, нафиг он мне нужен, зачем? Нет, я имел ввиду в основном не то, что Вова придумает, а людей на Донбассе. Это понятно, но все же зависит от Вова, как он себя поведет. Сейчас вот он еще чуть не поспит, возьмет там еще войну какую-нибудь устроит, понимаешь, еще что-нибудь. Мы же не знаем, что ему завтра захочется сделать. Сейчас без тормозов совершенно. Это нужно понимать, да и дальше он слетает с катушек все больше и больше. Если кто-то думает, что он стал прогнозируемым, то заблуждаются. Теперь вообще очень трудно прогнозировать, потому что он сам не знает, что он будет делать завтра. Раньше он знал, у него был план на неделю хотя бы. Да, у него никогда не было стратегического плана. Но у него всегда на неделю или на месяц был план. А сейчас он не знает, что он завтра будет делать. Дорогие друзья, у нас прошла примерно половина эфира, и мы напоминаем вам, как раз у нас сейчас и аудитория побольше, чем в начале. Напоминаем вам о том, что необходимо ставить лайки. Это, в общем-то, будет очень полезно не только для нашего какого-то самолюбования, но для общего дела. В плане того, что чем больше лайков у той или иной трансляции, тем быстрее она попадает в топ Ютуба. И, следовательно, таким образом она попадает на ту аудиторию, которая, может быть, с нами никогда не была связана. И, в общем-то, у людей она появляется на глазах. Поэтому всех призываем, кто еще не поставил лайк, поставить лайк. Кто нас смотрит, может быть, как-то мимоходом в дороге или чем-то там занимается, параллельно нас смотрит, прерваться на несколько секунд, поставить лайк и продолжать заниматься своими делами. Это действительно будет очень полезно. Спасибо. Пассажиры автобуса избили грабителей, один из которых случайно застрелил сообщника. В Мексике какой-то. Ну, если бы без смертей, то был бы очень комичный случай. Люди грабили, один решил выстрелить в потолок, пуля пошла рикошетом, убила в башку сотоварищей. Пока они там пытались что-то с ним сделать, все на них набросились, их перебили, еще одного убили, а второго сдали полиции. В общем, какая-то странная такая история. Ну, я думаю, что там так оно и было, потому что всегда всякая дурость, вот она так и заканчивается. Здесь просто такие, ну, не их день был, это был не их день. В Ульяновске избили главу местного отделения Парнаса. Ну, и вот в Ульяновске не его день, Александр Брагин попал в больницу какие-то. И ты знаешь, можно было бы подумать, что это случайность какая-то и так далее, но вот если бы только это было не утром. Вот поверьте мне, когда утром кого-то встречают и бьют у подъезда, это 29,9 в периоде, что это не случайность, что это ждали именно его. Нет, может быть какая-то одна тысячная процента, что ошиблись и ждали его соседа, а ему навертели. Ну, что это, кого-то ждали и хотели побить, а не случайно они там всю ночь играли в карты, пьяные шли. И тут видят, о, вот он выходит из подъезда на получи. Такое бывает крайне редко, поэтому вот он убежден, что связан с профессиональной деятельностью. Я думаю, что он правильно убежден. Ну, мы говорили о том, что сейчас вот хорошо бы разработать какое-то приложение тревожное, чтобы можно было своих, так сказать, позвать на помощь. Ни ментов там, никого, нажал кнопочку и позвал своих. Это было бы очень здорово. Задержанных у посольства США в Москве обвинили в проведении митинга. Ну, как тут странно. Люди пришли к этому посольству, что-то они там выражают соболезнования какие-то. Там какие-то, может быть, нетрадиционные ориентации люди, может либеральных взглядов, может какие-то. Ну, хотят они, несут цветы в посольство. Чего их ловить-то? Им сказали, что у них митинг, и троих задержали. Что за фигня? Вот что вы в голове? Ну, они точно не будут вам революцию делать. Чего вы их хватаете-то? Американец афганского происхождения Амар Матин, застреливший 49 человек в гей-клубе, пал в городе Орландо, был завсегда тайм этого заведения. Ну, был, не был, мы не знаем. Там вот какие-то четыре человека утверждают, что видели его 10 раз. Видели они, не видели. Сейчас мы много чего там узнаем про него, чего было и чего не было. Ну, в общем-то, ну, логично. Это вполне логично, что человек приходил туда, бухал, потом решил всех перестрелять. Ну, в общем-то, это даже более логично, чем то, что он там какой-то исламист и решил их там убить во славу там кого-то. Да, да. Поэтому, я думаю, я думаю, что это многое объясняет. И вот в России, в российских гей-клубах усилят охрану. У меня только один вопрос. За чей счет? Вот эти, то есть, либо, тут два варианта, либо приезжают сейчас вот эти с вневедомственной охраны, теперь, вернее, уже с национальной гвардией, потому что они подтянули под себя этот кусок, и говорят, слушайте, закрывайте ваш клуб или ставьте нашу усиленную охрану, и стоить это будет вот столько денег. Это об этом идет речь, понимаете? То есть, о том, что они кого-то хотят там каких-то геев, что ли, охранить, да им пофигу все. И ему какие геи, ему вот дети, инвалиды, пофигу там. Они хотят денег, и сейчас стучат в ладоши и говорят, о, какое счастье, можно еще денег поиметь с этих геев. То есть, по этому делу, получается, ИГИЛ на себя взяли ответственность ложным. Ну, он мусульманин, почему ложный? Ну, какие-то, может быть, там, какую-то переписку. Ну, представь, вот, ты знаешь, это очень похоже, как мы тут вот на бабушке на взвозе видели, идет человек вообще вот в дым пьяный, он так периодически на четыре точки становится, да, и у него написано, там, ну, мусульманин, ислам, там, на майке написано, да. Ну, странно как-то смотреть. Я тогда еще сказал, я еще в сердцах пришел, говорю, странно, вот мы с Эдиком идем, он не мусульманин, он католик, я православный, мы трезвые, мы не пьем, вообще не пьем. Он мусульманин, говорит, он и даже написал на себе, и в дым пьяный, странно это. Клинтон требует радикального усиления разведки в ответ на угрозу терроризма. Ну, вот, ты знаешь, когда начинается, мы это уже проходили в 2011 году, что, что мы увидели? Мы увидели Сноудена, который нам рассказал, что всех слушают, за всеми подсматривают. Вопрос, мир стал более безопасным? Нет, мир стал более опасным. Любое усиление разведки увеличивает опасность мира, делает нас рабами, и никак это не относится никакому ни к терроризму, ни к чему. Террористы сами по себе, спецслужбы сами по себе, причем они еще худшие террористы, да, и поэтому мир становится безопасным тогда, когда он становится открытым. Либо мы рабы, спецслужбы, да, либо мир полностью открыт. Потому что сейчас технологии, если мир будет закрыт, вот там спецслужбы, что-то тайно делают, то против кого они будут там тайно делать? Против каких-то террористов? Кто такие террористы? Это мы как раз и есть. Они любого обозначают. Террорист, экстремист, кто угодно. Все, нет никаких террористов, надо забыть про них. Есть отдельные люди, что-то они там выкаблучивают, да? Они от того, что спецслужбы усиливаются, они еще меньше выкаблучивают? Да нет. Ну как они его отследят? Вот этого человека, вот он пришел в гей-клуб, всех там перестрелял. Как они его смогут отследить? Нет. Они отслеживают систему, кого они будут трамбовать. Политических противников, инакомыслящих и так далее. И как ты этому помешаешь? Никак. Там стабильная, стопроцентная секретность. Вот как в деле с этим КГБшным Попом. Кто там знает, что он делал? А он все секретно. Адвокат даже не знает, его не ознакомили. Можете себе представить, адвокат не может ознакомиться, потому что там секретность. А зачем это Клинтон вообще? Ну как зачем? Вообще любые представители государства, а она является ярким представителем, они вот кожей, я не знаю, спинным мозгом понимают, что информационный мир побеждает. И они в этой ситуации работать не могут. Они люди прошлого. Это люди прошлого. Они в этой ситуации не могут работать. Поэтому они борются. И они будут продолжать бороться. Это отрыжка государства. Они будут все всегда пытаться победить. В конце концов, когда полностью не обосрутся. И все это не закончится. То есть Сноуденов президенты. Кстати, очень неплохой момент. Да, вот если бы Сноудена избрали в США президента, я бы сказал, ну, вроде как вот там можно выдохнуть там. Хотя, с другой стороны, изберут Клинтон или не Клинтон. Там ведь особо сильно ничего не изменится. Ну, как-то люди как жили, так и будут жить там. Как пятая часть ВВП огромного была бюджетом, так и будет. Бюджет США больше, чем ВВП России. Ну, класс. Почему так не жить? Неизвестный с оружием ворвался техасский супермаркет. Да, и естественно, техасский супермаркет это Walmart. Ну, это кто Южный Парк смотрит, понимает мой сарказм. То есть, в Walmart он, ну, просто все, вот он каждый раз попадает. Вот, поэтому, ну, будем надеяться, что как там все завершится благополучно для людей. Ну, может и для Walmart. По меньшей мере, три человека погибли в результате захвата заложников в доме на территории коммуны Мань-Ань-Виль. В 50 километрах к северо-западу от Парижа. Ну, я понимаю, сосед какой-то, он исламист, причем осужден был за это. И он напал на своих соседей полицейских, убил мужчину, захватил заложников, потом и женщину убил. Ребенок, слава богу, остался цел, штурмовали и, в общем-то, в результате этот исламист погиб. Был ли он исламистом, не был ли? Сейчас уже никто никогда ничего не узнает. Ну, вроде, вот как-то, что привлекался он, значит, к ответственности. Ну, вот. Еще одно доказательство того, что какие бы меры спецслужбы не принимали, ничего не никак. Вот сейчас они там ограничили какие-то статьи Конституции. У них уже год там чуть ли не военные положения они ввели в Париже. Ну и что? Ну что, кому это помешало? Никому это не помешало. И дальше это будет продолжаться. Вот эти меры, они не работают. Это так же, как Медведев пытается на дороге вопроса решить. То есть, другими мерами надо действовать. И это не работает. Они не могут это понять. Вернее, не так. Они не хотят это понимать. Потому что им выгодно говорить, надо усиливать полицейскую часть. Надо больше денег. Давайте мы сейчас тут все там, везде все будем подслушивать, подсматривать. Знать все переводы. Все, 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 все. И все это засекретим при этом. Ладно, давайте мы будем все знать. Но давайте мы будем все знать все. Они не говорят, все не должны знать. Общество должно там само по себе. А они вот некие такие ребята, которые всех охраняют. Они за всех и про всех должны все знать. Не, ребят, ну вас нафиг. Лучшие люди города. Да, лучшие люди города. Ну их нафиг. Я так понимаю, что сейчас, чтобы не происходило в мире, ИГИЛ будет на себя брать ответственность по-любому. Ну естественно, безусловно, конечно. И чем бы ни происходило, будут стрелки на ИГИЛ. То есть, это нормально. То есть, они их усиливают таким образом фактически. Да. Полиция выпустила российских болельщиков из оцепленного автобуса ВОП «Шпрыгин». Да, ну этот, я так понимаю, Всероссийское объединение болельщиков. Ашпрыгин, это его представитель заявил, что, в общем-то, все там, как бы разобрались, что ли, на этот момент. Я так и не пойму. Что-то они долго как-то разбираются. Вот каких-то болельщиков собираются депортировать или уже депортировали. Каких-то, значит, там, выпустили. И они могут ехать на матч, или, вернее, уже поехали. Я так понял, что футбольная, значит, это, FIFA, она, федерация, условно там, как она? Расшифровка FIFA? Не, да не FIFA. Условно, что она сделала? А, понял. Этот, условно отстранила сборную России. Отстранила, вот я забыл, потому что, ну, как-то я... Интересная формулировка. Ну, то есть, если в следующий раз ваши болельщики кого-нибудь убьют, вы не будете больше играть в футбол на этих соревнованиях, а будете играть на следующих. Ну, интересно. Как вы думаете, вот завтра будет очередной матч со Словакией, в общем-то, не менее важный, чем был с Англией. Ожидать нам повторения английского сценария? Нет, ну, какой английский сценарий? Да, там будет полицейских ровно столько же, сколько болельщиков, и между каждым болельщиком будет стоять полицейский. Это болельщик-полицейский, болельщик-полицейский. Туда нагонят, я говорю, столько же. Ну, что-то какие-то там в любом случае будут там в дуду деть, за это будут задерживать. Ты увидишь, то есть, там нахватают за какую-нибудь ерунду у кого-то. Трусы не того цвета, дудка там не такой длинны, да, не того размера и так далее. Я имею в виду вот эту вот дудку, а то сейчас подумают. Во Франции задержано более ста потенциальных террористов. Жесть. Вот это еще одна из опасностей, я говорю, вот развязывания, полного развязывания рук спецслужбам. Мы видим, по примеру, Дагестана, да, когда там кого-то убили террорист. Здесь вот 100 потенциальных террористов. Кого задержали? Кто задержал? Ничего, то есть, все, все. Вот мне говорят, что да, там система все равно работает там. То есть, прибегут куча адвокатов и так далее. Не, ребят, там тоже эта система не так хорошо работает. Там тоже, когда вот говорят про терроризм, про каких-то злодеев, там ИГИЛ и так далее, то включаются совсем другие механизмы. Исламское государство опубликовало в интернете новое видео «Расправо с заключенными». Причем какой-то джихадист якобы убил своего брата, застрелил за то, что он шпион и так далее. Ну, мне кажется, это уже вот этот джихадизм. Есть некие реальные вещи, которые происходят в объективной реальности. А есть некоторые вещи, которые я и не удивлюсь, если мы узнаем, что где-нибудь в Болливуде, в Индии их снимают. Потому что они чисто болливудские такие. Да, там осталось только стрельнуть и песню, там запеть. Ну, потому что это вот прям видно, что режиссер оттуда взяли из Болливуда такого, который там снимает всякие мелодрамы индийские. Павел Астахов опасается, что российских детей будут увозить в ИГИЛ. Да, он уже сказал, что некоторых детей увезли. И вот вопрос Астаху, а ты там сидишь, чтобы просто констатировать факт, да? Опасаться, что опасаться. Да, там увезли. Вот плохо как такой сидит по правам детей. Увезли детей, ой, как плохо. Ну, дальше он скажет нам, что там мамаша с ребенком выпрыгнул с балкона, там уж кушать нечего. Очень плохо. А там дом сгорел с кучей ребятишек, потому что там газ отключили за неуплату, да? Тоже очень плохо. И так вот он сидит и... Слышь, Астах, мы вообще сами прекрасно можем нагуглить в интернете. Может, а да и не нужен ты со своими детишками. Он там сидит со своим выводком, там бюджетные деньги хавает. Нафиг он нужен. Знаете, есть такая популярная картинка, ну, кто-то видел наверняка, слабоумие и отвага. Ну, несу сейчас, не буду объяснять, что это такое. Вот надо сделать картинку с Астаховым с названием «Опасение и негодование». Вот это все, чем он занимается. Он боится и негодует. Ну, я думаю. США впервые применили вертолет Апач против ИГИЛ. Брын, ты знаешь, я вот помню, в 90-е годы на стимуляторе летал Апача. Ночной валют такой и стрелял там. И как-то это... Я думал, они уж давно стреляют по ИГИЛ. Потому что как-то, ну, вот это демонстрируется, как какое-то новшество Апач. Да, ну, Апача – это не новый вертолет. Он там 79-го или какого-то, я не знаю. Вот. И я не думаю, что это такая новость, которая обошла все средства массовой информации миру, что вот вертолеты Апача стали применять против ИГИЛ. И чё? Ну, так. Ещё одна из систем вооружения. Ну, и чё? Ничего особенного. Поэтому, я думаю, вот эта новость по поводу того, что убили Аль-Багдади, вот этого Абу-Бакара Аль-Багдади, который был главарём. Я, в конце концов, к концу его жизни научился выговаривать имя. Хотя не факт, что его убили. В прошлый раз, когда его убили, сказали, что его лечили в Израиле. И потом, лечили или не лечили, я не знаю. А потом он снова стал, в общем, главным ИГИЛовцем. Не факт, что сейчас его не вылечат, откуда мы знаем. Кроме всего прочего, мы же не знаем, сколько этих Аль-Багдади. Может, их там очередь стоит. Сейчас одного убили, будет другой. Потом третий. Там с этим делом очень сложно. Я понимаю, так там движет идея, а не человек. Суд Катара приговорил гражданку Нидерландов, заявившую в Катаре об изнасиловании, к условному сроку, признав её виновной во вступлении в интимную связь вне брака. Ну, ведь ей повезло крайне. Я вообще не понимаю. В Саудской Аравии по такому же, на этих же основаниях бабу посадили. Англичанку тогда, помнишь? Её изнасиловали, она заявила, и её за вступление в половую связь вне брака с несколькими мужчинами что-то загнали надолго, поэтому... Ну, там что-то они там занимались, вроде вытащили её. Так что в Катаре ещё прямо какие-то они милые люди, да, там, женщину изнасиловали, они её взяли, не посадили, условно дали. Даже не казнили. Их нравы. Такая была тема, помнишь, в советский период, международные панорамы, там, их нравы. Эрдоган разочаровался в Обаме и Путине. Ну, он не в них разочаровался. Он сказал, что вот в взаимоотношениях и так далее, что его вот расстраивают. У Эрдогана, я понимаю, он, как и все тираны, рисует свою безальтернативную картину мира. Ну, вот для него вот так. Вот это правильно для него, понятно, а другие так не хотят. Ну, тираны так рассуждают. Вот посмотрите на Путина. Ну, он же так рассуждает. Так же вот, как Эрдоган. Поэтому его расстраивают. Все, кто не хочет мириться с его безальтернативной картиной мира. Такая вот она. Мы ее смотрим и даже и понять не можем, что это за картина мира. Давно какое-то. А он нам говорит, нет, ребята, это конфета. Ну, вот сам ее жут. В Кремле подтвердили получение послания Эрдогана Путина. О чем это говорит, знаете? О чем вот? Договорились? Да. Ну, самое главное, нет. Почему Эрдоган написал послание Путина? Ну, потому что сейчас будет это изображено Кремлем как извинение. Потому что Эрдоган сказал, я в жизни извиняться перед вами не буду. И тут коса на камень нашла. Тут как-то надо с ним договариваться, а надо, чтобы извинился. А он извиняться не хочет и не будет. А поэтому говорит, слышь, а можно ты письмо напишешь нам? А мы вот скажем, вот он написал нам письмо туда-сюда и представим это как твои извинения. Вот так это будет. То есть, да, ну, он сам нам письмо написал. А мы вот, ладно, мы его простили. Вот так это будет. США потратит 350 миллиардов на ядерную гонку с Россией. А зачем? Ну, Путина, надо спросить, зачем. Нет, там-то понятно, зачем там деньги хавают, как и везде, с удовольствием. Сейчас они будут модернизировать ядерный арсенал. То есть, вот эти у них были 61-е бомбы, никому вообще не нужные. Не пойми, какого, 4-го или 5-го, погуглите поколение. Теперь они у них следующего поколения. Вот их надо все модернизировать. Вот у них нормально, да, там несколько модернизировали, а теперь другие. Как модернизировать? Я не знаю. Там, наверное, где вот этот газ, еще один винтель надо прикрутить, понимаешь, чтобы не один был, а два. Ну, к примеру, да, потому что такая там модернизация. А в связи с тем, что это термоядерная бомба, ну, представь, сколько винтель, там вот ты на кране поставишь винтель на кухне, это стоит 10 копеек, да, а там это будет 10 миллиардов стоить, уже разработать, еще надо, там, и так далее. И он что-нибудь там этот винтель делает. Я не знаю, что, ну, там объясняют. Ну, это во всем мире, это же фигня идет. И, посмотри, здесь вот путинцы, они тоже что-то с термоядерным оружием российским делают, тоже его улучшают. Можете представить, что вот это вот улучшили что-нибудь относительно того, что сделано при Советах. А ничего, посмотрите, вот ланг термоядерное оружие, ну, посмотрите, вот что угодно, любую отрасль возьмите. Вот мы в термоядерном оружии ничего не понимаем. Но мы же понимаем, там, допустим, в медицине, они там что-нибудь улучшили, да, они все просрали, стал гораздо хуже. В какой-то другой отрасли. Промышленность там, да, все, все развалилось. Почему же кто-то считает, что есть некая какая-то тайная отрасль, в которой они что-то могут сделать? Да нет такой отрасли. Мы не знаем, потому что это тайна, но там точно ничего нет. Можно об заклад биться. Вроде считалось, что это Роскосмос, но не так давно они признали. Да нет, ну они падают каждый день, тут как осенние листья, и слава богу, что вот земля круглая, они туда запускают, потому что если бы они над нами запускали, я не знаю, там хорошо, что в Сибири на Дальнем Востоке мало людей живут, вероятность того, что упадет на голову небольшая, но и все равно падает. Еще нанотехнологии. Ну, нанотехнологии, да. Самую любимую фотографию, когда, помнишь, там Медведев стоит и держит вот такой болт в руках и подпись демотиватора, как-то я по-другому себе представлял нанотехнологии. Там такой вот болт пудовый. Финляндия может вступить в НАТО после проведения референда. Карикатуры покажите. Вот вы не поставили сегодня карикатуру-то, а? Любой желающий может их увидеть на нашей странице ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Со вчерашнего дня они там висели. И продолжает висеть. Да. Ну, мы покажем. Да, вот в Финляндии может вступить в НАТО после референда. То есть, в Финляндии и в голове не было ни у одного финна, что надо проводить референдум по вступлению в НАТО. Потому что никто никогда не хотел ни в какой НАТО вступать. Это было стандартно. Это еще как-то заповедовал, да? Ну, нейтралитет они себе. Да, ну, да, ну, этот, Густав Маннергейм, да, как-то этим людям посоветовал. В гроб сходя благословил, сказал, ребят, не надо никуда, никогда вступать, ни в какие блоки и так далее. Мы сами по себе. А Маннергейм они уважают. В центре Хельсинки памятник стоит на коне. Я бы уважал. Если бы Путин вот так же, как Маннергейм, ничего не крал, да, и только для своей родины делал что-то хорошее, я бы тоже его уважал. Знаешь, там, я помню, в Финляндии проводили конкурс. Вы сейчас не поверите, на какую тему. Причем можно было принять участие любому человеку. Почему я узнал, потому что по всему миру клич был кинут. В музее Маннергейма висело его пальто. Оно называется пальто пяти войн. Потому что человек всю жизнь носил одно пальто. И вот приз должен был достаться тому, кто точно скажет, какого оно цвета. Представляешь, вот я думаю, что Путин, у которого эти спортивные штаны, сколько они там стоят, я не знаю, 3,5 тысячи долларов, да, ну, что тут скажут. Ну, конечно, ни Маннергейм ни хрена. Так что... И вот нам вас поймали, Вячеслав Вячеславович. Пишут, не врите, Вячеслав, мы разработали самую лучшую в мире коррупционную систему. Да, 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 тут я не могу вообще даже поспорить, честно скажу. Блин, даже я думаю, что вот тот этот Крендель, Мугабе, наверное, ни в какие ворота. Да, тут я вот сдаюсь, поймали, поймали. И свежая новость, буквально несколько минут назад, уже мы были в эфире, у английского футбольного болельщика, избитого в Марселе 11 июня, констатирована смерть мозга. То есть, я так понимаю, там уже, в общем-то... У кого? У английского болельщика, которого избили в Марселе, констатирована смерть мозга. Ну, там 4 человека были в критичном состоянии, 35 человек пострадали, и вот один из них, ну, наверное, уже можно сказать, что... Ну, это вот этим придуркам, которые очень радуются, как хорошо там поступили, и как же хорошо поступили, прибили человека. Ну, за что? Ни за что, и сами так же могли пострадать, ни за что. И вопрос, нафига это надо? Ну, ладно, когда они революцию сделали там, Вову вышибали бы из Кремля, за это можно жизнь отдать, а здесь-то за что? То есть, Вова сильно постарался, чтобы загнать финнов в НАТО, достаточно удачно. Да, и вот про финнов, продолжая. Эрик Хонекер тоже, вот он, как бы, все детство мое, всю юность был лидером Финляндии. Он очень жестко отставил позиции, чтобы Финляндия никуда, никогда, ни в какие блоки не вступала. Почему и он был этим лучшим другом советского народа. И, кстати, по истории России у него была диссертация, я ее прочитал, очень неплохая. Ну, прочитал-то не саму диссертацию, монографию, конечно, вот. А очень неплохая, кстати, до сих пор лежит она в издательстве иностранной литературы. Тогда выходили очень-очень хорошие вещи, и я так подумал, представляю, что там Финн, и насколько он прочувствовал, неплохо написал. Я к тому, что, вот, что я хотел сказать про Эрика Хонекера. Ну, что тогда вот эта вот жесткая позиция, и она перешла в нынешнее время. И чтобы эту жесткую позицию изменить, представляешь еще, какие сверхусилия надо было сделать Путину. То есть, вот, кроме Путина, никто бы, шведов, финнов и так далее, не смог бы загнать в НАТО. Мы об этом и говорили вот еще два года, три года назад, что Путин целенаправленно загоняет их кирзовыми сапогами в НАТО. И не понимали зачем. И сейчас мы не понимаем, если он такой друг России, зачем он это делает? Это финны, наши естественные союзники, наши соседи, нафига их загонять в НАТО? Ну, по крайней мере, финны никогда не были такими принципиальными врагами. Да они вообще врагами никогда не были. Ну, была война, но тут мы сами знаем, из-за чего она произошла, извини тут. Вот пишут нам о том, что околофутбольная тема, она без политики, бой ради боя и все, не нужно ее трогать, а то околофутбольные фанаты могут обидеться, и они могли бы стать хорошим ударным отрядом. Вопрос в том, что они там подрались, а в том, что политики говорят о них и поддерживают. Да, и нужно понимать, что все-таки околофутбольная тема, которая есть в России, ну, мы знакомы с этой темой, это люди, которые, в общем-то, пересекаются, болельщики каких-то футбольных команд, договариваются в каких-то там лесах, туда едут и бьют там друг другу рожу. Ну, это как бы не тайна ни для кого, да? Ну, вспомните, когда вы в последний раз слышали, что где-то там в центре города подрались какие-то фанаты, ну, только там, я не знаю, 5 на 5, да, массовых драк у нас давно уже нет, то есть все это переросло немножко в другое русло. А тут, когда люди приезжают в другую страну, по сути, представляют свою страну, да, и начинают громить какие-то там магазины, бить окна в жилых квартирах, бегать по улицам с болтами наперевес и так далее, но, наверное, это все-таки как-то уже не околофутбола, это уже как-то по-другому называется. Тут пишут, ГДР, Мальцев оговорился, а когда, когда я про ГДР говорил, когда оговорился, не знаю. Вы вообще не говорили по городу. Да, ладно. Российская агрессия может начаться в Эстонии, Латвии или Беларуси. Такое мнение высказал известный журналист Евгений Киселев. Данное предположение он сделал, исходя из заявлений российских политиков из высшего эшелона. Ну, Путин, понятно, что может сделать все, что угодно, но навряд ли. Здесь ситуация какая, если вдруг будет агрессия в Латвии, там, в Эстонии, ну, Беларусь, я не знаю, вот в Эстонии или в Латвии, то сразу же будут ответные меры, будут очень серьезные, и это будет война. То есть, поэтому Путину проще просто нажать кнопку и сразу ударить. Залезть в Ямонтау, нажать на кнопку и все, и выручай родимый. То есть, это, не, конечно, можно пойти длинным сценарием, как в том анекдоте, правильненький цветочек, да, помнишь этот анекдот? Вот, ну, я не знаю, пойдет ли он таким длинным путем, как-то вот все упрощать любит. Что ты хотел сказать? Да, в общем-то вы говорили про Хонекера, да? Да, Эрик Хонекер. Да, и, во-вторых, да, 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 не Эрик Хонекер, этот, я перепутал, конечно, не Эрик Хонекер, этот, как его? Урха Калио Кеханин, Урха Калио Кеханин, конечно, я что-то говорю одно, да, да, конечно, Эрик Хонекер, ГДР, Урха Калио Кеханин, что-то, ну, бывает, переклинивает, мне все-таки 52 года, извините, там, что-то. Ну, и хорошо, люди поправляют, значит, в курсе, о чем здесь, интересуются. — Порошенко призвал Генштаб готовиться к всеобщей мобилизации населения. — Да, молодец. А я теперь буду думать. Видишь, как ошибся. Думаю, страдать буду. Бывает, у меня такой сказал, что-то оговорился. — Да, Порошенко, я так понимаю, тоже. Посмотрел на Киселева, я имею в виду Евгения. Скажет, чем черт не шутит, надо отдать приказ. — Хотя, честно, я думаю, что такой приказ Порошенко еще два года назад отдал. Я думал, что это первый приказ, который он отдал, став президентом. Технически это было бы правильно. Если он не отдал такой приказ тогда, два года назад, то я даже не знаю, как это комментировать. — Совершенно неправильно тогда. Это косяк называется. Потому что, конечно, представь себе, Советский Союз, сталинский, который четко определял, что бить врага будем на его территории. — Там все ворошиловские стрелки, броня крепкая, танки наши быстрые. И вроде бы эту линию Сталина убирают, переносят ближе к границе и так далее. — Вроде нет подготовительных мероприятий к оборонительной войне. И что же происходит в 40-е годы? В начале 40-го года, летом за год до войны, кто читал различную партизанскую хронику, ну или там смотрели фильмы про партизан в Белоруссии, про партизан в Украине, про фронт за линией фронта, все вот эти вот вещи. В 40-м году схроны сделали грушники и НКВДшники. В лесах схроны сделаны в 40-м году. Оружие, мины, продовольствие и так далее. Все в 40-м году там положили. Ну, потом как-то это дополнили, еще сделали, уже когда война началась. Но еще никакой войны не было. Никто не готовился к войне на своей территории, а партизанские схроны уже были. Поэтому тут вот я скажу, что Порошенко, конечно, не прав. Хотя он может сейчас это официально говорить. Я же не знаю, что он сделал, какие приказы и распоряжения отдал неофициальные, когда стал президентом. Я вполне допускаю, что мог отдать приказ, готовиться к партизанской войне. Но логично это было бы сделать тайно в то время. То есть сейчас можно делать открыто такие заявления. А тогда, чтобы не вызывать панику, ну потому что на самом деле ситуация была тяжелая. Поэтому я вполне допускаю, что может быть он это. Даже не может, а наверняка это сделать. В России началась масштабная проверка военных арсеналов. Да, и тут резервистов они нагнали. Вот мне Дмитрий пишет, вы недавно требовали, чтобы они задействовали резервистов, они вас услышали. Вы просите на восклицательный и смайлик. Это такая ирония. Ну да, мы говорили, что чем больше резервистов они загонят, тем... Ну это к пятому-одиннадцатому они должны их набрать как можно больше, чтобы сразу же это был боевой отряд. Потому что люди из семей тяжело уходят, а они их выдернут, вооружат, все нормально. Так что, ну хорошо, что они уже проводят. Можно сказать, это, так сказать, не генеральная, конечно, но такая одна из репетиций революции. Очень хорошо. Можно им поаплодировать только. И я так понял, что они там арсеналы проверят, сколько у них украли, сколько взорвалось. Вот сейчас интересная ситуация будет. Сейчас сразу же взорвутся несколько складов. Как это, либо в настоящий момент, либо сразу после этого. Потому что, ну, обычно как, переносят с места на место, когда считают все в одном. Это принесли сюда, ну как в сержанте Билка, помните этот фильм? Все идут туда, им туда переносят и так далее. Ну, окопяны там же всегда работают, все им покажут. А потом, после того, как проверка ничего не выявит, нужно будет или нормально нальют проверяющим. Там все сядут, они скажут, да мы, конечно, подпишем, но там следующие же нас могут вскрыть. Да не волнуйся, мы тут взорвем все нафиг и будет все классно. Ну, проверяющий уехал, все взорвалось. А что, видите, у нас все сактировано, все хорошо, ничего не пропало. Так что, увидим сейчас, вот прям вскоре, до осени уже увидим, что-нибудь взлетит на воздух у них. Путин проведет встречу с Назарбаевым в рамках ПМЭФ. Ну, да, я думаю, что с Назарбаевым, почему так акцентирует? Я думаю, что он проведет со всеми на этом экономическом форуме, кто туда приедет из глав СНГ. Но Назарбаев для него сейчас самый важный персонаж. Они должны лично встретиться и Путин должен сказать, «Слышь, ну ты что делать-то собираешься, братан, там с этой всей фигней, ты что делать-то собираешься? Там у тебя сейчас пожар, и этот пожар сейчас может и нас затронуть». И вот это будут какие-то совместные действия. О чем-то они будут договариваться, о каких-то совместных действиях. Ну, легко предположить, то есть, кроме как силовой вариант, у них в голове же ничего нет. Они так рассматривают, что надо приложить силу, да, как в анекдоте про того прапорщика. Помнишь, когда это обезьян идет по пустыне, да, там пальма и кокос. И обезьян начинает трясти, а бог говорит, подумай, увидел палку, палкой, кокос сбила, раз, все, пила, поел, дальше пошла. Прапорщик идет по пустыне, кокос, он уже трясти начал, бог ему, подумай, тут думать, трясти надо, вот так и здесь. Они такие же, понимаешь, что тут думать, трясти надо, тут что думать, тут не надо. Поэтому будет силовой вариант, и силовой вариант противодействия вызовет колоссальное совершенно. То есть, это действие, которое вызовет еще большее противодействие, потому что это не механика и не физика. Здесь за одну оплеуху можно получить сразу 10. Но это их выбор. Контейнер с ураном найден в лесу под Таллином. Плохая новость, кстати, вот случайно. Не, хорошее, что его нашли с радиоактивным веществом, причем некоторые СМИ утверждают, что это оружейный уран. Если так, это совсем хило, потому что, ну, вы же понимаете, 238-й уранчик, который может быть использоваться с куском тротила, да, бабахнул, все разлетело, все заражено. В любом городе мира устроить можно рок-н-ролл. Мы, в общем-то, я говорю, ожидаем, что такую фигню могут устроить определенные ребята в Москве. Предполагаем, ожидаем, как-то звучит. Ну, да, ну, потому что это логично, да, то есть, такой шухер можно навести вообще, представляешь, там, 10-миллионный город поднять на уши, это все. Вот это кранты для России, мы же понимаем. И они, что ж там, не дураки сидят, как раки, не дураки сидят. То есть, такие вещи рассчитывают. Единственное, на что расчет, да, что они, эти вот некие там исламисты, я не знаю, террористы, кто угодно, не получат радиоактивный материал. Ну, вот сейчас мы видим, что нет, могут получить. То в Грузии там кучу радиоактивных материалов отобрали у людей, которые их продавали, то здесь случайно нашли и так далее. То в Молдавии каких-то хватают, судят, которые там вагонами, ну, не вагонами, но с собой там мешками возили, куда-то на запад продавали. То есть, обороты колоссальные, совершенно радиоактивных материалов. Понятно, что, имея деньги, их можно купить. И никто не хочет в это дело вмешиваться. Черный рынок огромный, там, только долю имеют с этого. Но результат будет очень плачевный. Просто катастрофический будет результат. Ты считаешь, что если у них есть такая возможность, они предпочтут взорвать именно какой-то город в России, не в другой стране? Нет, ну, почему? Может быть, и в другой стране. Я имею в виду о катастрофических последствиях. Потому что для, вот, как вот, другой страны последствий не будут таким катастрофичным. Во-первых, ну, Москва есть Москва. Да, вот вся Россия лежит в жопе, грубо говоря, Москва такая, вот она, как цветочек. Туда раз, и все, бух, и все, и все вообще. Представляешь? То есть, если где-то что-то бомбанет, там, в Москву можно уехать. Если Москва бомбанет, куда ты поедешь? В Саратов. Тут и так уж такое ощущение, что там у Барнаул поедут. Куда можно бежать здесь? Тут просто, вот, я говорю, бах, и там почти 13 миллионов человек беженцев. Нифига себе, для России 10%. 10% населения беженцев. Там в Германии 80 с лишним миллионов проживает. К ним миллион беженцев прибежало. Там все хлопают, и тут нам рассказывают, Киселев, как страшно, там в Германии полный жоп. А здесь, представляешь, что будет 10% беженцев населения? Я просто не представляю. Не, я представляю, но это рок-н-ролл. Поэтому, вот, единственное, я говорю, что может спасти, это немедленное отстранение Вовы от власти и взрослым людям власть передать. Тем людям, которые умеют просчитывать все эти вещи, которые будут сидеть день и ночь и думать. Не как, вот, хочу матом выразиться, не могу прям украсть вилончель. Понимаешь? 20 миллионов вычислили по хлебу. Ну, может, и 20. Ну, что тут? Ну, это уже не имеет ни малейшего значения. 13 или 20 – это все жопа с ручкой для России. Цифра все равно. 10, даже не подъемные цифры. 10 – это смерть. Вот 10 миллионов беженцев – это смерть. Надо отнимать у этих инфантильных коренделей власть немедленно, немедленно. Люди, вот, каждый день уже дорог. Просто завтра может оказаться уже поздно. Послезавтра поздно, я не знаю. Мы вот там 5-11 определили. Мы сами до 5-11 с вами доживем все вместе. Это инфантильные люди сидят. Не нужна им власть. Они не знают, как ей распорядиться, кроме как украсть денег и вилончелей там каких-то. Все, не знают они. Тем временем власти Москвы отказали в митинге против переназначения «Чайки» с формулировкой, что на месте митинга будут проводиться веселые старты. Веселые старты мы им устроим 5-11. Они отсюда стартуют, а мы их будем на границе ловить. Вот мне пишут, Вячеслав, расскажите про ваш фонд Фритьёфа-Нансена. Ну, я являюсь президентом фонда Фритьёфа-Нансена. Ну, чем занимается фонд? Помощь оказывает гражданам, нуждающимся в Саратове. То есть, бывают какие-то кричащие случаи у нас такие. Деньг у нас немного, потому что счета у фонда нет. Пожертвований в фонд мы не собираем. То есть, мы вот сбрасываемся, когда что-то случается. Ну, просит нас, так сказать, основная задача фонда Фритьёфа-Нансена установление памятника Фритьёфу-Нансену на территории Саратской области и увековечивание его имени. Почему? Потому что в 21-м году Фритьёф-Нансен спас от лютой смерти здесь полтора миллиона человек. От голода он спас. Собрал хлебушек, привез. И поэтому мы хотим, чтобы памятник был Фритьёфу-Нансену. В общем-то, он у нас уже, даже проект памятника есть. Но власти нам и городские, и областные не дают землю. Потому что, если будет ставить памятник Нансену, то тогда будут дети ходить и спрашивать. Папа, а кто такой Нансен? А, говорит, это человек, который ни у кого ничего не украл. Наоборот, всех накормил. Это исследователь Арктики. Это сверхчеловек, который мог прожить в берлоге с Йохансеном 11 месяцев просидеть. Ну, там не 11, сколько он там просидел. 9 месяцев питаться куском мяса моржового или медвежьего. И всё. И больше ему ничего в жизни не надо было. При этом он помог 600 тысячам военнопленных, русских военнопленных, вернуться после Первой мировой войны домой, когда кругом были революции, войны и так далее. Он смог помочь им вернуться живыми. Накормил их, привёз. Он спас от голодной смерти полтора миллиона здесь, вот, по Волжье. На Украине очень много людей. Без счёта, мы не знаем, сколько, в Армении. Там увековечена память. Там памятники стоят, улицы названы. Здесь нет. Он помог тем людям, которые бежали от большевистского террора. Те, которые жили. Некоторые вот с этими документами, которые им выданы были, они жили вот до 21 века. У вас справочка такая. Гражданина мира. Называлась она у русских людей. Нансеновский паспорт. Он договорился с Лигой наций. Почему? Потому что он комиссаром был. Вначале Красного Креста, а потом Лиги наций. И он договорился, чтобы были такие документы. Чтобы они принимались всеми. Поскольку огромное количество было из России беженцев. То есть, мы забываем, что русские люди тоже были беженцами, иммигрантами. И что? Ну, Европа их приняла. Сейчас там вот некоторые, которые в грудь себя. Мы белые там, а там Европа плохая. Помилуй бог, ребята, наших, как бы, собратьев наших русских приняли там. И дай бог всем здоровья, кто это сделал. Поэтому вот для меня принципиально увековечить имя Нансена. Нужно отметить, что в нынешних условиях установление памятника Фритьеву Нансену это амбициозная стратегическая задача. Да, конечно, безусловно. То есть, тут никто, тут костьми ложатся, чтобы этого не было. Вы что тут убьются? Причем, дело не в деньгах. Мы любые деньги предлагали. Причем, частную землю покупали, частную землю люди, чтобы установить памятник. На частной земле установить нельзя. Что хочешь, можно сделать. Можно сделать публичный дом, кабак, я не знаю, сортир платный, памятник Нансу, но нельзя сделать. Это очень страшная вещь. Вот, и... Что-то еще я хотел сказать-то, господи. Тут у нас... А, вот, ладно. Наверное, это завтра мы... Так... Спрашивают, Пугачев был разбойником или освободителем? И видите ли вы схожесть? С Пугачевщиной? Конечно, нет. Ну, естественно, с одной стороны, есть некие параллели, конечно, в исторические, безусловно. Ну, Пугачевщина – это стихийное выступление. Здесь у нас абсолютно подготовлено. Я думаю, что спорить никто не будет. Что это выступление, которое мы организуем сейчас на 5-11, мы его готовим, наверное, лет 7 уже. Причем целенаправленно, с календарным планом, со всеми делами. То есть, это реальный проект. Не там Госдепа, там кого-то, а нескольких человек, которые живут в Саратове. Проект по освобождению России. И у нас были разные направления. Вот Эдик отстоял, что в проекте очень важную роль должна сыграть программа «Артподготовка». Название «Мое», а идея такую программу создать – это Эдика Бабуджаняна. Он меня заставил. То есть, у нас был другой вариант. Я не буду говорить, какой, потому что это запасной вариант, и мы можем воспользоваться. И это была моя идея. Эдик настоял, что что, давай попробуем загодя вот этот вариант. Может быть, это прокатит. Прокатывает. Эдик оказался прав. То есть, его представления об информационном мире оказались более глубокие и системные, чем мои. Но он математик, конечно. Я не математик, я гуманитарий. Поэтому, в общем-то, все четко. И о чем я говорил? Все за вопрос. Про Пугачева. А, про Пугачева, ну, да, там бессистемное было выступление. И расчет был на некие такие вот неизвестные силы. Ну, у нас на вполне известные силы. То есть, там расчет был, что вот там кого-то хватают, они там поддержат. Да, там башкиры, там, Салават, Юлаевы, они поддержат. Эти там тоже поддержат. А здесь не поддержат. Да, у нас нет такого расчета. У нас четкий расчет на вот пролетариях, которые сейчас получили средства производства, самые передовые в виде компьютеров. Да, и получили в то же время самое мощное оружие – компьютер. На сегодняшний день мощнее никто не придумал. Поэтому, и они не просто какие-то лохи. Они в то же время еще и квалифицированные специалисты. Потому что это нужна какая-то квалификация, чтобы работать на компьютере. Чтобы работать на компьютере, нужен какой-то интеллект, достаточно серьезный. Поэтому, это люди, которые идут сознательно на многие вещи. А это очень важно, в отличие от пугачевских. Ну, много тут таких вещей, которые… Хотя есть и исторические параллели, конечно, там русский бунт, ура, там. Но у нас же совсем другой бунт. Он к бунту никакого отношения не имеет. У нас есть желание восстановить конституционный устроен. Просто поскольку сейчас нет конституционного устроя. То, что устроил Вову Путину, это вот как раз очень похоже на самозванца. Вов такой самозванец, вылез такой, вот он я, царь. Нате, кушайте меня, царь. Да, вообще давно полицаи должны были Вову забрать за попытку свержения конституционного устроя. Да не попытку, а за свержение конституционного устроя. Ну, еще при попытке, я имею в виду. Читали ли книгу «Страна Моксель»? Нет, это чек. Не написали. Я тоже не читал. Да, пишет Урха Калев Кеканин. Да, я поправился, сказал. Ну, бывает, я говорю, что-то клинит там. Ну, не всегда клинит. Слава Богу, пока 52 года, то есть, может, дальше будет. Если мы в ближайшее время все не свернем, то, может, и так начать клинит. Что ж, ничего не получится. Поэтому давайте уж быстрее. Чтобы уж все сделать и потом спокойно на пенсию. Классно. Вы что-то знаете о Николае Левашове? Еще знакомый кто это. Писатель. Кто-то его считает ученым, кто-то его не считает ученым. Не помню, что-то я вот как-то... Будет ли принимать участие КПРФ в пятом-одиннадцатом? Это надо у КПРФ спрашивать. Но, исходя из того, что лидеры КПРФ нам тут рассказывают про то, как надо сохранить режим, чтобы какие-то там пиндосы, я не знаю, на самом деле матросы революционные, чтобы не захватили власть. Я думаю, что многие те, которые наверху, они это их власть. У них все в порядке. Они сидят 25 лет в Думе, сидят в государственной. У них все нормально. Вот тут вот, да, Дин принес газету, но это не КПРФ, но там тоже, в общем, справедливая Россия. Правительство, делай или уходи. Нищают больницы, богатеют кладбище. Тут дядинка что-то рукой там машет этот Мирон с пяти высшими образованиями. За доступную бесплатную медицину вот они тут агитируют. Тут еще что-то они за все. Короче, они агитируют. Как правительство единороссов уничтожило деревню? Где взять деньги на выход из кризиса? Требуем отмены поборов за капремонт. И на второй странице. Президент потребовал пересчитать земельный налог. Вова классный. Они классные. Ребята, а кто тогда херовый-то, а? Ну вот если Вова классный, вы классные. Кто тогда все это делает? Марсиане это делают. Они. Вот они все время. Они. Вот они виноваты. Ребята, у они есть фамилия. Вот в данном случае у они фамилия Миронов, и фамилия у они Путин. Вот они эту херню делают. Они виноваты конкретно. Вот эти два человека. Их, конечно, больше там, но все равно их не больше шеста. Вот сто человек, будь здоров, да? Спасибо. Вот сто человек, ну, по... Там 90% от вина Путина. Мне сегодня человек один говорит, ну, чего ж Путин во всем виноват? Я говорю, да. Ну, он отобрал всю власть у всех, в ручном режиме тут рулит, раздает распоряжение. А виноваты мы, что ли? Конечно, мы виноваты, что его еще не выкинули нафиг, и не посадили его в тюрьму. Конечно, мы виноваты. Так что, ребят... Справедливости ради хочу заметить, что, конечно, я уверен, ну, мое личное мнение, что КПРФ будет участвовать в 5-11, но это ее члены будут. Это член КПРФ, которые на местах, безусловно, это те, которые, даже некоторые, я вполне допускаю, которые являются сейчас и депутатами и так далее, будут, потому что они никуда не денутся. Там есть очень приличные люди. Да, я согласен и могу, в общем, выручаться даже за многих. Кстати, мы знаем точно, что один человек из КПРФ нас сейчас смотрит. Мы, не называя его, передаем ему привет. Да, он нам звонил, поэтому мы привет передаем, и, в общем-то, мы будем встречаться на днях. Я не знаю, там, завтра, послезавтра. Так что мы, вот... Отличный лозунг нам прислали, такой предвыборный. Стволы есть даже у деревьев. Это очень классный лозунг. Вот это, это хороший. Стволы есть даже у деревьев. Интересно было... То есть у нас вот теперь вот такой вот этот знак, да, и стволы есть даже у деревьев. Вот гениально. В случае чего это буква В. Да, какой большой нож, да. Я просто хотел вырезать у тебя на лбу маленькую букву З. Помнишь, какой это страх и ненависть в Лас-Вегасе. Какой большой нож. Как зарезать. Сейчас набирает популярность в определенных кругах некое движение, но я не хочу никого обижать, некое движение, ладно, людей, которые утверждают, что Российской Федерации не существует, все еще есть Советский Союз. Вот не так давно общались мы с человеком, представителем этого движения. Ну, у них все очень просто. Не надо никому подчиняться, как бы суды все незаконные, все незаконное, Российской Федерации не существует, есть Советский Союз, надо подчиняться. Первое, знаешь, кто эту мысль, где она была озвучена? Ну, если ты возьмешь стенограмму Конгресса русских общин в 2006 году, то я как раз докладом на эту тему выступаю, что почти у всех есть советские паспорта, что можно делать параллельную структуру, советскую структуру, то есть выбирать президента, там Верховный Совет, есть Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс и так далее. То есть все есть, с того времени можно смело все запускать и все. И просто отстранять это государство и на одной территории создавать второе государство. Кто сказал, что нельзя создавать второе государство? Тогда эта идея не пошла. Тогда она могла бы сработать. Сейчас она уже не сработает. То есть нам нужна была идея как инструмент. Тогда еще информационный мир не был так развит и можно было использовать старый рычаг. Сейчас он не имеет смысла использовать старый рычаг, чтобы этот режим катапультировать. Сейчас нужны новые рычаги и все они внутри информационного мира. Они все у нас. Поэтому, я думаю, их не надо порицать этих людей. Они просто живут старым багажом. Они не обновились. Динозавры. А? Динозавры. Да. Апгрейд нужен. Всему нужен апгрейд. Ну, нужно, конечно, понимать, что все-таки государство, оно на то и государство, что ему что-либо подчиняется. То есть, ну, вот я сейчас объявлю, что я президент СССР. И что? У меня будет армия, у меня будут суды, у меня будет налоговая инспекция, ко мне будет приходить кто-то платить налоги. Нет. Тогда интересной ситуацией была то, что Беловежское соглашение, безусловно, это фигня, безусловно, противозаконный акт. И таким образом получается, что если вдруг появляется какая-то вещь, которая имеет видимость законной, ну, то есть, там, я не знаю, Верховный Совет, президент, суды, то достаточно только добиться легитимности. То есть, признание народу. Больше ничего не надо. Понимаешь? Это уникальная ситуация. То есть, раз вот, народ, если признает, все, больше ничего не нужно. Этих можно катапультировать очень быстро. Поэтому, но я говорю, это паровоз ушел, это можно было делать. Это можно было делать вот на плечах Ельцинской эпохи. Вот тогда, сейчас это уже не имеет никакого смысла. Это шаги назад, которые ни к чему не приведут. То есть, нужно этих людей подтягивать сюда, наоборот, и говорить, ну, что вы смотрите в прошлое, тем больше, что ничего не получится. Давайте вместе в будущее. Время у нас. Да, и в завершении передаем привет Торбцеву Виктору Александровичу из города Амурска, нашему соратнику. Привет. Да, привет. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 507 дней, да? Да. 507 дней. Дим, еще ты хотел сказать? Да, напоминаю всем нашу электронную почту для соратников, которые желают принять участие в выборах в качестве наших сторонников, так сказать, волонтеров. parnas.sar.gmail.com И просьба такая большая, за эфир очень много пришло обращений. Пишите ваш город. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.